Добрый день! Финансовый университет при правительстве Российской Федерации рассчитал индекс потребительской активности за первые два месяца 2017 года. И вот, как выяснилось, активнее все потребляют в Приморье, Дагестане и Чечне, а в ряде российских регионах потребляют как-то не очень уверены, без огонька и энтузиазма, и это падение активности напрямую увязано с падением доходов населения. В Саратовской области, например, индекс вообще отрицательный и составляет даже меньше, чем минус 10. Раньше при советской власти потребительство считал словом плохим, а человеком, человека с высоким индексом, личностью бездуховным, говоря попросту мещанином, живущим не ради будущего, не ради идеи коммунизма, а чтобы набить все брюхо или затовариться всяким дефицитом, которым в СССР принадлежало почти все, от мяса и рыбы до батарейки туалетной бумаги. Так что, если бы упомянутые сообщения появились в новостях лет 40 назад, за высокую верность идеалам коммунизма земляков можно было только похвалить. Тут я прервусь, чтобы напомнить. Программа, что называется, в гостях у сказки. Я и ее ведущий Роман Арбитман раз в неделю занимаюсь вотчем. Беру плохую новость, местную или федеральную, кручу я на манер кубик-рубик, чтобы посмотреть, а нет ли в этой плохой новости чего-нибудь хорошего, позитивного, духоподъемного. Ну вот, например, в нашей области участились случаи телефонного мошенничества. Присылают, например, СМС, явка ВСБанка, нагло врут и, возлея счета, доверчиво выбалтывают шифры, пароли, явки, в общем, все. Или, например, приходит сообщение, что сын совершил ДТП и только помощь ГИБДДшникам может спасти от тюрьмы. И граждане, вместо того, чтобы просто перезвонить, сын начинает нервничать и посылать жуликам довольно-таки приличные деньги. Плохая новость, очень и очень неприятно. Ну, давайте посмотрим, а нет ли в этой плохой новости чего-нибудь хорошего, позитивного. А ведь есть. Не секрет, что многие считают, будто российский человек за последние годы сильно переменился, что из числа его главных качеств исчезли доброта, чуткость, доверчивость любой ближнему и та разновидность простоты, которая, пословице упреки, гораздо лучше воровства. Ну, так ли это? Не клевечили мы на народ. Выше мы уже отмечали, что мещан-потребителей в нашей области стало меньше. А когда мы говорили о телефонных мошенниках, используя ложные сообщения или звонки, то надо заметить, эти гады делают ставку именно добрых, чутких и доверчивых людей. Узнав о беде близких, эти люди забывают об осторожности и бдительности и первым делом стремятся помочь. Да, добрыми чувствами граждан пользуются воры и жулики, не обязательно даже объединенные в партию, но так было и есть во все времена. И будет, наверное, всегда. И если, как говорит нам статистика, число подобных преступлений растет, значит, растет и число добрых и отзывчивых людей в России. Деньги, в конце концов, деланы живное, а доброту и чуткость в магазине не купишь. Она или есть, или нет. И у нас, как видите, ее много, много, очень много. Хорошая новость оказалась, да неплохая. Как видите, программа нашу свою задачу выполнила, на это мы прощаемся, пока земляки. Конечно, лучше бы вам не попадаться научку телефонных варек, но если вы вдруг попались, утешайте тем, что они плохие люди, а вы хороший человек. А мы с вами увидимся через неделю.